Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня casual Friday, и это баскетбол. Возможно, одного из лучших блогеров, который умеет делать красивые видео и аналитику, Андрей Губанов, создатель канала Top Basket. Да, все, спасибо. Спасибо за такое представление. Здесь видеть ЦСКА Альба. Этот матч был, по иронии судьбы, не сыгран в марте, когда Евролигу отменили из-за коронавируса. Быстро вам скажу, как сюда можно попасть. Билеты только онлайн. В день игры, прямо до матча, прямо сейчас купить можно, но только онлайн. Мы можем заполнить только 50% арену, то есть 13 тысяч Мегаспорт вмещает, и таким образом 6, 250 мы можем только в себя вместить, то есть люди должны сидеть через одного. Максимум в ряд 5 человек могут быть. Появилось больше свободного времени, НБИ закончилось, чемпионат завершился, и я могу себе позволить посмотреть баскетбол, наконец-то, не для того, чтобы потом что-то записать, да, и сделать там ролик какой-то, а просто ради удовольствия. И Евролига, и в принципе, Лига ВТБ приходит на помощь сейчас. К тебе, кстати, вопрос. Равно расскажи, кто нравится из игроков ЦСКА? Вот такой вопрос. Уилл Клайберн нравится. По последнему, что я видел, он произвел впечатление, ну, не знаю, то есть я смотрел прям с восторгом последние несколько матчей, а все они заканчивались очень упорно, все они были действительно с такой концовкой, за которой ты сидишь и думаешь, блин, чем все закончится. Я хочу увидеть этот финал, и что обязательно ЦСКА победила, и поэтому Уилл фавориток. У нас есть викторинка для тебя. Давай, давай. Готов? Давай. За каждый ответ, за каждый ответ неправильный, ты начинаешь у нас отжиматься 15 раз. Шутка, ладно, погнали. Не, я готов, кстати. Кто за мной, да, и потренируешься. Кто из игроков ЦСКА никогда не выступал в НБА? Майк Джеймс, Хиллер, Гул Клайберн, Торник и Шингелия. А, Торник и Шингелия. Славит правильный ответ. О, ну, как раз. Ну, серьезно, но не был. Он был в летних лигах, но не был никогда подписан командой ни одной, не вышел ни разу на фаркет НБА в качестве игрока команды. Погнали дальше. В каком клубе НБА, центровой ЦСКА Джоэл Баламбой никогда не играл? Я отвечу, что ни в каком не играл. Мы же вы из Милоки подписали, как он ни в каком не играл. Ну, давайте правильный ответ. Все-таки это Бэн Чикаго. Он никогда не был в Чикаго. Он был, да, задрафтован Ютой, потом обменен в Милоки и сюда уже приехал. У него был двусторонний контракт с командой Милоки Бакс. Приехал сюда. Дальше поехали. Кто из этих, точнее, ну да, баскетболистов, собственно, находился в одной команде с Андреем Кирленко в НБА, когда еще Андрей Кирленко выступал? Я буду просто тыкать пальцем в небо. Я скажу, что это Дэниел Хэггин. Это Шенгелия, не поверишь? Я сегодня просто бью все время меня туда. Групплин Нэтс, они пересекались. Шенгелия тогда там был супермолодым игроком, подавал надежды. А Кирленко уже, ну, фактически заканчивал свой путь. Ну, так себе, конечно. Сегодня же, нет, сегодняшнее интервью – это показатель того, что есть, куда расти. Согласен, согласен. И есть, о чем узнавать еще информацию. Стендапер, фомик, автор, Гарри Каганесян, привет. Привет, привет, не буду здороваться. Ну, так, значит, я как-то... Ну, давай, да, по-зиму, по-ковидному. Да, 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 это суперфейс. Хорошо, кого из игроков ЦСКА ты знаешь вот прямо сейчас? Ну, конечно, вечного Никиту Курбанова, который никогда не уйдет, мне кажется, из ЦСКА. Подожди, единственный игрок, который в прошлом сезоне во всех матчах выходил в вторую. Ну, круто. Клайберг. Клайберг, да. Да, да. Ну, чекет. То есть, в принципе, ты вообще сегодня в курсе? Ну, я трех точно узнаю, как ты понял. Не, ну, ты узнаешь еще и больше. На паркете. У меня скорости нету, знаешь, я как Карвалью, помнишь, был в футбольном ЦСКА, у которого тупо техника была, но он не бегал. Вот я такой же, ну, полненький, я тупо снайпер. Я Стэф Карри. Саратовский. Такой, Саратовский Стэф Карри, да, на бабушкиных пирожках. Да, да, такой же, да, с броском. У нас есть для тебя слова, которые я просил бы тебя узнать и перевести нам. Первое слово. Клайберг. Какая-нибудь теща. Теща. Не знаю, почему. Клайберг. Теща. Теща. Ну, почти, почти. Это слово означает штрафной бросок. А, блин, почти. Верх, движение вверх. Движение, хороший фильм. Да. В книге еще лучше. Да, я пришел попиарить. Что-то вверх. А, люк. А, люк. Блин, я сразу как-то люк. Да, хотел сказать. Это же очевидно. Заслон, может, какой-нибудь. Хорош. Нет? Это заслон. Да? Это реально заслон. Красава. Откуда ты знал? Билд, я подумал, как встание. Да, да, и давай, ну да, последняя, последняя. Трехсекундная зона. Апфангинг. Апфангинг. Это трехсекундная зона, да. Это же так пишется коротко по-немецки. Апфангинг. На самом деле подбор. Подбор. Да, потому что нигде больше мяч не подбирают. Говорите по-немецки, болейте за ЦСКА. Нет, все время. У нас в студию Паркета. Автор самого долгоиграющего баскетбольного журнала России. Вид сверху Никита Загдай. Спасибо, что позвал. Добрый вечер. Игроки научились иронизировать сами над собой. И одна из новых рубрик, которая еще не была в эфире. Я прямо сейчас, можно об этом говорить? Ну, конечно. А вообще, где же, как не сейчас? Это же гладись. Игроки, ну, несколько игроков, не буду называть фамилии, пообещали нам, что будут читать самые злобные комментарии про себя. Класс. И посмотрим, что из этого выйдет. Класс. Это круто. Не залети позавчера бросок у Уилла Клайберна. Где мы сейчас будем? Нет, он был настолько уверен, что залети. Если бы не залетел, просто был бы фолл, он два штрафа забил бы, и мы все равно выиграли бы. Нет? Ну, как бы, то есть, круто ты рассуждаешь, но я вот не уверен. Можно же ударить так сильно, что... Уилл настолько уверен в себе сейчас, что когда он берет мяч в руки, он точно знает, что будет делать. Он даже промахивается уверенно. В защите невероятен. И он... Ну, это вообще приятно, когда легкий форвард цементирует защиту. И Уилл Клайберн с этим справляется. И в прошлом сезоне его сильно не хватало именно по той энергии, которую он дает защите. А в нападении он достаточно креативен. Он умеет обыгрывать 1 на 1. И стягивать оборону он умеет вскрывать оборону. И сейчас мы видим тот ССК, когда Майк Джеймс шикарно разрывает оборону, а Уилл Клайберн делает это по-другому, не менее убедительно. И так же скидывает, и так же идет и под кольцо, и бросает издали. У него мяч в руках, он начинает дриблинг, и не понимаешь, он будет бросать, или пойдет в проход. Настолько резкий, настолько агрессивный, что ни один защитник в Европе не сможет его 1 на 1 остановить. Как было сказано в одном известном видео, it's all about the shoes. Это все дело в кроссовках, правильно же? Безусловно. И это очень приятный момент, потому что я в любительской лиге играю в этих же кроссовках. Ретро-модель. И я обратил на это внимание сразу. Ну, во-первых, у Уилла была страшная травма. И он год пропустил. И после этого он возвращается в ретро-модели. И это тоже возвращение. Какая модель? Десятые Джорданы. Очень красивые кроссовки. Они очень удобные. И безумие какое-то. Релиз был в 94-м году. А в 95-м Майкл Джордан в них играл. 2020-й, а они по-прежнему актуальны. Андрея Лопатину жалко. Набрал 20 очков в единой лиге ВТБ. Такая пауза. Карьер хай. И ты видел, как он на подбор идет? Вот этой тренировки с мелатином, наверное, научили его в том числе. Всем привет. Я чувствую себя хорошо и уже не терпится вернуться на площадку. Желаю всем тут крепкого здоровья, а нашим ребятам побед. ЦСКА всегда будет первым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова